Второе послание к Тимофею святого апостола Павла Иисус Христа Тимофею святого апостола Павла Тимофею святого апостола Павла Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Иоанна Святое Благовествование Сие заповедую вам, да любите друг друга Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир Помните слово, которое я сказал вам Раб не больше господина своего Если меня гнали, будут гнать и вас Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха А теперь не имеют извинения во грехе своем Ненавидящий меня ненавидит и Отца Моего Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал То не имели бы греха А теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца Моего Но да сбудется слово, написанное в законе их Возненавидели меня напрасно Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от Отца Дух истины, который от Отца исходит Он будет свидетельствовать о мне А также и вы будете свидетельствовать Потому что вы сначала со мною Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились Изгонят вас из синагог Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу Си заповедую вам, да любите друг друга Аще мир вас ненавидит, видите, як у мене прежде вас возненавиде Аще от мира бысти были, мир уба своя любил бы Як уже от мира несте, но аз избрах вы от мира Сегураде ненавидит вас мир Поминайте слово, ежас, рек вам Нест раб боли и Господа своего Аще мене изгнаша и вас изженут Аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут Но сия вся творят вам за имя мое Як у неведет пославшего мя Аще небых пришел и глаголу им Греха небыше имели Ныне же извинения не имут о гресе своем Ненавиди меня, и отца моего ненавидит Аще дел небых сотворил в них Их же им никто же сотвори Греха небыше имели Ныне же и видиша, и возненавидиша мене И отца моего Но дозбудется слово, писанное в законе их Як у возненавидиша мятуне Игда же приидит утешитель Его же аспаслю вам от отца Дух истинный, иж от отца исходит Той свидетельствует о мне И вы же свидетельствуете Як и искани со мною есте Сия глагола к вам Да не соблазнитеся От сонмиш и жденут вы Но приидет час Да всяк и жубиет вы Мниться службу приносите Богу Стихи 17-19 Сие заповедую вам Да любите друг друга Если мир вас ненавидит Знайте, что меня прежде вас возненавидел Если бы вы были от мира То мир любил бы свое А как вы не от мира Но я избрал вас от мира Потому ненавидит вас мир Чтобы апостолы не подумали Будто Господь в укор им говорит Что Он полагает за них душу свою И что Он избрал их Посему говорит Я заповедую вам это Не в укоризну вам Не в похвалу себе Как бы за какое достоинство Но чтобы души ваши Болей утвердить в любви Друг другу Для этого я исчисляю Совершенство любви моей к вам Сие заповедую вам Да любите друг друга Так как терпеть гонение и ненависть Дело тяжелое и очень прискорбное То в утешении их говорит Если ненавидят вас Это нисколько не ново Ибо меня возненавидели прежде вас Посему вы должны находить Великое утешение и в том Что становитесь общниками моими В перенесении ненависти Засим присовокупляет и другой способ утешения Более обязательный Вам говорит напротив Нужно было бы скорбеть в том случае Если бы мир, то есть злые люди Любил вас Ибо если бы они любили вас Это было бы знаком того Что и сами вы имеете с ними общение В той же злобе и лукавстве А теперь Когда злые ненавидят вас Вы радуйтесь Ибо они ненавидят вас за добродетель Иначе если бы вы не были добродетельны Мир любил бы свое Но как и отлучил вас от злобы мирской То мир и ненавидит вас За то, что не участвуете в делах его Стихи 20-21 Помните слово, которое я сказал вам Раб не больше господина своего Если меня гнали Будут гнать и вас Если мое слово соблюдали Будут соблюдать и ваше Но все это сделают вам за имя мое Потому что не знают пославшего меня Что сказал выше Именно, что меня возненавидели прежде, нежели вас То теперь излагает пространие Давая им большее утешение Вспомните, говорит мое слово О том, что раб не больше господина своего А вы не больше меня Смотрите же, как поступали со мной Если гнали меня владыку То тем более будут гнать вас, рабов Если не гнали меня А соблюдали слово мое То и ваше будут соблюдать Но этого нет Ни моего слова, ни вашего Не будут соблюдать Но все то сделают с вами за меня Посему Если вы любите меня Переносите, что испытываете за меня Которого по словам вашим вы любите Вот еще причина к утешению Они, обижая вас Оскорбляют вместе и того Кто послал меня Посему, если не что иное То это самое Что одни и те же суть враги Вам и мне И отцу моему Должно служить к вашему утешению Стихи 22-25 Если бы я не пришел и не говорил им То не имели бы греха А теперь не имеют извинения во грехе своем Ненавидящий меня ненавидит и отца моего Если бы я не сотворил между ними дел Каких никто другой не делал То не имели бы греха А теперь и видели И возненавидели и меня И отца моего Но да сбудется слово Написанное в законе их Возненавидели меня напрасно Уже ли справедливо они делают это Ненавидят и меня И отца моего И вас Уже ли в словах или делах моих Нашли они повод к такому поведению Нет, грех их не простителен Ибо не я ли пришел и учил Если бы я не приходил Если бы не говорил Они могли бы сказать Мы не слыхали А теперь Зло бы их не извинительно Потом Так как они везде ссылались Не на иное что Как на то, что вступаются за отца Ибо говорят этот человек не от Бога И тому подобное Посему прибавляет Ненавидящий меня Ненавидит и отца моего Таким образом И это немало не служит К оправданию их Я же не только учения преподавал Но и дела творил Каких никто другой не делал Например, чудо над слепым Над лазарем И прочие подобные Какое же у них оправдание? Я со своей стороны Преподавал учения на словах И присовокупил доказательства от дел И Моисей во второзаконии Заповедует Слушаться того Кто чудеса творит И учит благочестию А они теперь И видели такие дела И однако возненавидели И меня И отца моего Потом ссылается На свидетельство пророка Возненавидели меня напрасно Смотрим Псалом 68 стих 5 И ненависть их Родилась от одной только злобы А не от иной причины Законом, как мы часто говорили Называет не только закон Моисеев Но и книги пророков Как и здесь назвал законом Книгу Давида Давид Духом святым Вперед возвещал Что будет делать злоба их А они, без сомнения По злобе Исполнили предсказанные пророком И тем подтвердили Истину пророчества Стихи 26-27 Когда же приидет утешитель Которого я пошлю вам от Отца Дух истинный, который от Отца исходит Он будет свидетельствовать о Мне А также и вы будете свидетельствовать Потому что вы сначала со Мною Господь сказал ученикам Вас будут гнать Слово Вашего не будут соблюдать Они могли сказать Господи, зачем же наконец Ты посылаешь нас? Как нам будут верить? Кто будет внимать нам? Кто послушает нас? Дабы не сказали этого Господь прибавляет Когда приидет утешитель Он будет свидетельствовать о Мне Он свидетель достоверный Посему обличаемые от Духа В том, что они грешат безответно Будут принимать Вашу проповедь И сначала бывшие со Мною Также будете свидетельствовать Что Я и словами, и делами Сделал их безответными Итак, не смущайтесь Проповедь не будет без свидетельства Но Дух будет свидетельствовать Знаменями и чудесами И свидетельство Его будет достоверно Ибо Он Дух истины Как Дух истины Он будет свидетельствовать об истине Как исходящий от Отца Он знает все в точности Ибо Он от того, от Кого всякое познание Слова, которого Я пошлю Показывает равенство Его с Отцом Ибо в ином месте сказал Что Отец пошлет Духа А здесь говорит, что Он Сам пошлет Его Фим показывает не что иное, как равенство А что бы ни подумали, будто Он восстает против Отца Когда посылает Духа иную властью Прибавил От Отца Пошлю Его Сам, но от Отца То есть по благоволению Отца И пошлю вместе с Ним Ибо Я не извожу Духа из собственных недр Но от Отца Он подается через Меня Когда слышишь, что исходит Под исхождением не разумей посольства, как посылаются служебные духи Но исхождение Есть естественное бытие Духа Если мы будем понимать исхождение не так, но как совне бывающее посольство То не видно будет, о каком Он Духе говорит Ибо бесчисленны духи, посылаемые на служение тем, которые наследуют спасение Исхождение Послание к евреям, святого апостола Павла, глава 1 стих 14 Но и здесь исхождение есть какое-то особенное И отличительное свойство, принадлежащее, собственно, одному духу Итак, под исхождением мы должны разуметь не посольство А естественное бытие от Отца Сей-то дух будет свидетельствовать о проповеди А также и вы будете свидетельствовать Потому что не от других слышали Но сами с самого начала находитесь со Мною А свидетельство тех, которые сначала с ним были Немаловажно Сами апостолы впоследствии говорили пред лицем народа Свидетели Его воскресения мы Которые и ели, и пили с ним Смотрим деяния святых апостолов Итак, свидетельство с двух сторон И от вас, и от Духа О вас могут подумать, что вы свидетельствуете в угоду мне Но Дух никак не будет свидетельствовать из угодливости Стихи 1, 4 Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились Изгонят вас из синагог Даже наступает время, когда всякий убивающий вас Будет думать, что он тем служит Богу Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том Я, говорит, сказал вам об этом прежде, чем сбылось, для того, чтобы вы не соблазнились в последствии Когда увидите, что многие не уверуют в вашей проповеди И что вы сами подвергнитесь бедствием Но чтобы, заключая, потому что я сказал вам об этом прежде, нежели сбылось, приняли и утешение мое с верою, что я не обману вас в этом случае так же, как не солгал и в предсказании о бедствиях Изгонят вас из синагог Отлучат от своих собраний и славных мест и лишат всякого общения Ибо сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучат от синагоги Не только вы будете изгнаны из синагог Но и примите смерть, и смерть поносную Ибо вас будут убивать, как людей вредных, врагов Божиих И всякий убивающий вас будет так стараться об убиении вас, что будет думать, что он тем служит Богу То есть будет думать, что он совершает дело богоугодное и святое Присовокупляет и достаточное утешение Говорит, так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня Вы будете страдать за меня и за отца, и потому терпите Ибо блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня Смотрим Евангелие от Матфея Это блаженство, да будет вам утешением при воспоминании о нем Я сказал вам об этом для того, чтобы вы, когда увидите с бывшимися печальные мои речи, поверили и прочим Ибо вам нельзя будет сказать, будто я, желая обмануть вас, предсказывал вам только приятное Но как предсказавши печальное, я не обманул, так и в предсказании о радостном достоин веры Сказал вместе и для того, чтобы вы не оставались без приготовления Но приготовились бы, помня, что я сказал сам об этом И потому стояли против скорбей мужественно Игнатий Богоносец, Поликарпу, епископу церкви Смирнской, лучше же, состоящему под епископством Бога Отца и Господа Иисуса Христа, желает премного радоваться Глава первая. Похвала и увещание Уважая Твое благочестивое расположение, утвержденное как бы на неподвижном камне Я преисполнен благодарности к Богу, что удостоился видеть непорочное лицо Твое, которым желал бы всегда наслаждаться о Боге Умоляю Тебя благодатью, которой обличен Ты Ускоряй свое течение и умоляй всех, чтобы спаслись Блюди место свое со всяким тщане, плотским и духовным Старайся о единении, лучше которого нет ничего Снисходи ко всем, как и к Тебе Господь Ко всем имей терпение в любви, как Ты и поступаешь Прибывай в непрестанных молитвах Проси большего разумения, чем то, какое имеешь Бодрствуй, стяжав неусыпный дух Говори с каждым, как поможет Бог Носи немощи всех, как совершенный подвижник Где больше труда, там больше и приобретения Глава 2. Продолжение увещаний Если любишь только добрых учеников, еще нет тебе за это благодати Лучше худых покоряй кротостью Не всякая рана врачуется одним и тем же пластырем Острые боли утешай прохладительными примочками Во всем будь мудр, как змея, и не злобив, как голубь Для того Ты вместе и телесен, и духовен, чтобы ласково принимал и то, что является Тебе наружно Но молись, чтобы Тебе открыто было и сокровенное Дабы не иметь ни в чем недостатка Напротив, с избытком обладать всяким дарованием Как кормчим нужны ветра или обуреваемому пристань Так настоящему времени нужен Ты для того, чтобы достигнуть Бога Будь же бдителен, как подвижник Божий Наградой будет нетление и жизнь вечная, в которой и сам Ты уверен Во всем порукой Тебе Я и мои узы, которые Ты возлюбил Глава третья. Продолжение Люди, которые кажутся достойными доверия, а между тем учат иному, не должны смущать тебя Стой твердо, как наковальня, по которой бьют Великому борцу свойственно принимать удары и побеждать Особенно же для Бога мы должны все терпеть, чтобы и сам Он потерпел нас Будь еще усерднее, чем теперь Вникай в обстоятельства времени Ожидай того, кто выше времени Безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым Неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию Все ради нас претерпевшего Глава четвертая. Продолжение Вдовы не должны быть пренебрегаемы После Господа Ты будь попечителем их Ничего не должно быть без Твоей воли Но и Ты ничего не делай без воли Божией Чего, впрочем, Ты и не делаешь Стой твердо Собрания пусть бывают чаще Созывай всех до единого Рабов и рабынь не презирай Но и они пусть не надмиваются Напротив, пусть во славу Божию Еще более поработят себя Чтобы получить им от Бога лучшую свободу Пусть не домогаются получить свободу за счет всех Чтобы не сделаться им рабами страсти Глава пятая. К чему епископ должен увещевать супругов Безбрачных и вступающих в брак Избегаю хищрений, а более беседуй о следующих предметах Сестрам моим внушай, чтобы они любили Господа И были довольны своими сожителями по плоти и по духу Тем моим заповедуй именем Иисуса Христа Чтобы они любили сожительниц своих, как Господь, Церковь Кто может в честь Господа плоти пребывать в чистоте Пусть пребывает без тщеславия Если же станет тщеславица, то погиб А если будет почитать себя больше епископа, то пропал совершенно А те, которые женятся и выходят замуж Должны вступать в союз с согласией епископа Чтобы брак был о Господе, а не по похоти Пусть все будет во славу Божию Глава шестая. Обязанности христианской паствы Внимайте епископу, дабы и Бог внимал вам Я жертва за тех, которые повинуются епископу, пресвитерам и диаконам И пусть часть моя в Боге будет одинаковая с ними Вместе подвязайтесь, вместе совершайте путь свой Вместе терпите, вместе успокаивайтесь, вместе вставайте Как Божьи домостроители и домочадцы и слуги Благоугождайте тому, для кого воинствуете вы От кого получаете и содержание Пусть никто из вас не будет перебежчиком Крещение пусть остается с вами, как щит Вера, как шлем Любовь, как копье Терпение, как полное вооружение Взносом вашим пусть будут дела ваши Чтобы после получить вам полагающуюся прибыль Итак, будьте долготерпеливы друг к другу с кротостью Как и Бог долготерпелив к вам Всегда желал бы я быть с вами Глава 7 Отправьте посла к антиохийским христианам По случаю восстановления мира Так как мне стало известным, что церковь антиохийская в Сирии По молитвам вашим наслаждается миром То и я, в Божьей беспечальности, стал благодушнее Только бы прийти мне к Богу через страдания Дабы в воскресенье явиться мне вашим учеником Тебе, богоблаженнейший поликарп Надо бы насозвать благолепнейший совет И избрать вам кого-нибудь особенно вам любезного И усердного человека Который мог бы назваться Божьим послом Ему поручить, чтобы, отправившись в Сирию Он прославил там неославную любовь вашу к славе Божией Христианин не имеет над собой власти Он принадлежит Богу А это дело, Божие и ваше, когда вы исполните его Ибо я уверен в благодати Божией Что мы готовы на всякое доброе дело Божие Посему-то, зная ваше согласие с истиной Я и предложил вам наставление в кратком послании Глава восьмая Пусть и другие церкви отправят в Антиохию послов или письма Приветствия Так как я по причине внезапного, по воле начальства Отплытия из Траады в Неаполь Не мог написать ко всем церквам То к ближайшим церквам напишешь ты, как знающий волю Божию Чтобы они сделали то же самое Послали бы нарочных, а другие отправили бы письма через посланных тобою Чтобы прославиться вам бессмертным делом, как ты и достоин того Приветствую всех поименно и жену Епитропа со всем ее домом и детьми Приветствую возлюбленного моего Оттала Приветствую того, кто удостоится быть отправленным в Сирию Да будет всегда благодать с ним и с посылающим его поликарпом Желаю вам всегда укрепляться о Боге нашем и Иисусе Христе Пребывайте через него в единении с Богом и епископом Приветствую Алкия, вожделенное мне имя Укрепляйтесь о Господе Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица Речет Господи Заступник мой си, прибежище мой Бог мой, уповая на него Я готов избавить тебя от сети, ловчая, славясь и мятежно Плечма своим осенит тебе под крылья Его Надеющийся, оружием обыть тебе истинно Его Не убоившись от страха ночного Острелы летящие во дни Отвечивать мне приходящие Отсрящие беса полудиного Подет от страны твоя тыща И тьма деснуя тебе, к тебе же не приближится А бача от чима твоим осмотришь И воздаяние грешников узришь Я ку ты, Господи, упованием моего Вышнего Положилось и прибежище твое Не приид к тебе злой рано Не приближится телеси твоему Я ку ангелам своим заповесю тебе Сохраните во всех путях твоих На руках возму тяда Никогда притни шаками ногу твою На аспида и усилийска наступишь И поперешь льва и змия Я ку намя уповая, сбавлю и покры Я ку познай имя мое Воззовет ко мне, услышу Его Сними в скорби и зму Его И прославлю Его Долготую дни исполню Его И явлю ему спасение мое Возведох, очи мои, в горы Отнюду же приедет помощь моя Помощь моя от Господа Сотворшего неба и землю Не дашь во смятение ноги твоей Я ниже воздремлет, храняй тебя Все не воздремлет, ниже уснет Храняя Израиля Господь сохранит тебя, Господь Покров твой на руку десную твою В одни солнце не ожет тебе Неже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла Сохранит душу твою, Господь Господь сохранит вхождение твое Исхождение твое отныне и до века Отче наш, и живи си на небесе Их да светится имя твое Да приедет царствие твое Да будет воля твоя, яка на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам днись И остави нам долги наши, яку же И мы оставляем должником нашим И не веди нам свои искушения Но избави нас от лукавого Господи, дай мне с душевным спокойствием Встретить все, что принесет мне наступающий день Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня Какие бы я ни получал известия в течение дня Научи меня принять их со спокойной душою И твердым убеждением, что на все святая воля Твоя Во всех словах и делах моих Руководи моими мыслями и чувствами Во всех непредвиденных случаях Не дай мне забыть, что все неспослано Тобой Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим Никого не смущая и не огорчая Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня И все события в течение дня Руководи моею волею и научи меня молиться Верить, надеяться, терпеть, прощать и любить Аминь Достойно есть я по Богу и истину Блаженый дитя Богородицу Крестом блаженную и пренепорожную И Матерь Бога нашему Честнейшую Херувину И славнейшую Без сравнения Крестом блаженную и пренепорожную И славнейшую Богослово И славнейшую Сущную Богородицу Тя не мечает. 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 Тя не мечает.